Всем привет! Здравствуйте, уважаемые гости этого канала! Подписчики, я рада вас приветствовать! Меня зовут Мила. Приглашаю вас на сегодняшний вторую расклад на тему «Что вам нужно знать на сегодняшний день?». Давайте посмотрим. Подписывайтесь на этот канал, кто не подписан. Для меня это будет очень-очень ценно. Итак, настройтесь на этот расклад. Никого не нужно загадывать, просто слушайте. Что вам нужно знать на сегодняшний день? Что вы находитесь в каком-то самообмане. Что, возможно, вы какую-то ситуацию не видите такой, какая она есть на самом деле. Хотя вы очень сильная личность. Здесь у меня проигрывается Верховная Жрица. Это вы. Это олицетворение вас. Вы очень сильная, вы очень мудрая. Вы знаете, чего вы хотите. У вас очень сильная интуиция. Но иногда вы не слушаете вашу интуицию и поддаетесь влиянию вашего мозга. То есть не вашей души, то, что душа вам говорит, а вы идёте на поводу навязчивым каким-то мыслям. И вы, вот такое ощущение, как будто вы спешите и торопите время. Вот такое ощущение, как будто вам нужно в чём-то разобраться. Вам нужно взять тайм-аут просто от всех и разобраться в чём-то. Вы очень мудрая, вы очень воспитанная, вы очень добрая, отзывчивая. Возможно, вы вот духовно развиваетесь. И я хочу сказать, что вот эти две карты, они очень сильные. Иерафант и Верховная Жрица. Это очень такой, знаете, как подъём вас ждёт. Подъём в вашей сфере деятельности или же в духовном развитии. Возможно, вы заинтересуетесь духовным развитием. Вы очень сильно переживаете о каком-то человеке. Здесь король чаш, здесь мужчина, о котором вы очень сильно переживаете. Который вас в чём-то разочаровывает. Не даёт вам то, чего вы хотите. И, возможно, эта ситуация с этим человеком заводит вас в какую-то иллюзию. Слишком много переживаний, слишком много навязчивых мыслей. Вам нужно взять тайм-аут. Вам нужно побыть наедине сама с собой. Попытайтесь просто вот взять время для себя. Если у вас сейчас какие-то кризисные отношения с человеком, вам здесь говорят просто закрыться от всех. Взять время для себя. Углубиться в своё внутреннее чувство. Соединиться с собой. Такое ощущение, как будто вы нецелостные сейчас. Такое ощущение, как будто вас куда-то носит. Туда, сюда. Как-то вы вот, ну, нет целостности. И вам говорят, что вам нужно убрать какие-то переживания. Вам нужно акцентировать внимание на себе. У вас очень много каких-то переживаний. Да, я вижу, что вы любите. Здесь мужчина выходит. Вы его любите очень сильно. Но вы получили от него какое-то поражение. Такое ощущение, как будто вам нужно поднять свою самооценку и думать больше о себе. Вас мужчина провоцирует. Здесь какие-то провокации в вашу сторону. Вот провоцирует вас человек. Такое ощущение, как будто вызывает вас на какие-то вот не очень хорошие эмоции. И я вижу, что вам это очень не нравится. Вы очень близко это воспринимаете. Вот эти провокации его. Почему? Сейчас объясню. Потому что вы находитесь на эмоциональных качелях с этим человеком. Эти отношения построены по пятнадцатому аркану. То у вас может быть в отношениях всё прекрасно, всё хорошо. А потом такое ощущение, как будто вот вы расстаётесь, и ничего нет, никаких отношений. Вы обижены на друг друга, вы злитесь на друг друга. Он эмоционально вас просто выедает. И вы чувствуете какое-то вот, знаете, как головная боль. Надоело всё, не могу, устала. Хочу бросить всё. Хочу побыть наедине с самой собой. Вот так у вас идёт сейчас. Обратите внимание на ваших родных и близких. Это сейчас очень важно. Вот сейчас для вас это очень важно. Отложите вот эти эмоциональные качели вот этого человека немножко в стороночку. Да? Для вас сейчас очень важно обратить внимание. Это могут быть ваши дети. Это могут быть ваши родственники. Люди, которые нуждаются в вашей помощи. Это будет самое лучшее, что вы сейчас можете сделать. Карта Луны. Карта Луны. Вы, возможно, находитесь в каком-то самообмане. Знаете, вот прям хочется сказать. И хватит себя доводить до того, что вы заходите в этот самообман и теряетесь в этом самообмане. И это всё касательно вот какого-то вот этого человека. Вот всё, что связано с ним, у вас какие-то переживания, нервозность какая-то и нет баланса. Дайте время. Дайте время, и этот человек сам вас будет искать. Вот сам он вас будет искать. Знаете, почему? Потому что он провокатор. Он провоцирует вас на негативные эмоции. А вам эти негативные эмоции вообще ни к чему. Вообще ни к чему. Такое ощущение, как будто вами играют. Вот прям хочется сказать, что вами играют. Колесница. Вот если вы возьмёте время для себя, войдёте в баланс, в ресурс, вы увидите, как вы эмоционально будете устойчивы. Вы увидите, как изменится отношение вот этого человека, вот этого мужчины к вам. Да? То есть не нужно ни за кем бегать. Не нужно давать знать, что вы там не можете без него или скучаете очень сильно. Не нужно. Знайте себе цену. Здесь карта говорит, вы очень ценная женщина. Вы женщина-лидер. Вы умная. Вы целеустремлённая. Но у вас ценность немножечко как будто снизилась. Вам нужно обратить внимание на себя, на свой мир изнутри и делать его лучше. Понимаете? Излучать в этот мир, где вы находитесь, мир, любовь, баланс, гармонию. Понимаете? То есть вам нужно всё-таки обратить... Да, вам нужно взвесить что-то, нужно взвесить, подумать, не торопиться. Взвесить, побыть наедине сама с собой. Да, здесь все карты об этом. Давайте посмотрим, а будет проявляться этот мужчина? Ещё раз. Будет ли он проявляться? Вы слишком много энергии отдаёте. У вас слишком много. И у вас на фоне этого могут быть какие-то расстройства, переживания, неспокойность, нервозность может быть, да? Так, будешь ли ты проявляться? Смотрите, у вас будет такое ощущение, как будто в этих отношениях всё, разрыв, разочарование, трансформация, да? То есть как будто всё как завершение, но потом идёт опять новое возрождение. Туз-чаш. То есть мужчина держит на вас какую-то озлобленность. Такое ощущение, как будто он будет вам за что-то мстить. Очень, очень такой, знаете, непростой человек. Будет вам за что-то мстить, за какую-то ситуацию. Но потом, после этой ситуации, когда вы почувствуете, что эти отношения как будто завершаются, или вам больно как-то от его отношения к вам, поведение может быть таким резким, да? И после этого идёт новое возрождение. Да, этот человек будет проявляться однозначно. И вы будете думать, вот такое ощущение, как будто он вас заведёт в какое-то недоумение. Вот недоумение, почему так, да что случилось, вроде ни в чём не виновата, вроде всё хорошо, а здесь на ровном месте отношения как будто завершились. Но нет, это провокации этого человека, провокации. Помним, да, что эти отношения построены на 15-м аркане. А это очень непростые, очень такие эмоционально тяжёлые отношения. Очень эмоционально, прям неровность в этих эмоциях, да, то есть зависимость, хотите отпустить, не можете, переживаете, да, то есть здесь вот так вот. От любви до ненависти, как говорится, один шаг. И эти отношения, я вижу, что они, они будут продолжаться, но много чего зависит от вас. И от вашей ценности. Цените себя больше, любите себя больше, и акцентируйте внимание только на себе. Поверьте, это самое лучшее, что вы сможете сделать. А я вам желаю удачи, благополучия, радости. С вами была я, Мила. До новых встреч. Всем пока-пока.